Спонсор программы Элита – старейшая ветеринарная клиника доктора Широнова. Полный спектр ветеринарных услуг для ваших питомцев. Современное оборудование, широкий ассортимент медицинских препаратов. Ждем вас в будни с 9 утра до 9 вечера, в выходные с 9 до 18 часов. В экстренных случаях круглосуточно. Все породы собак имеют свое предназначение. Есть служебные, есть декоративные, есть собаки-компаньоны и охотники. Учитывать предназначение необходимо, чтобы потом не удивляться, почему такс устраивает в диване нору, а лабрадор не может, так же как служебник, бросаться на преступника. Сегодня мы познакомимся с английским спрингер-спаниелем. Стихия этой собаки – лес, ведь английский спрингер-спаниель предназначен для охоты. Родина – это порода Англия. Первые клубы спрингер-спаниелей были основаны в Англии в 1885 году. Этих собак держали для выгона, выгоняли птицу из травы, из зарослей. Потом охотник ее стрелял. Спугнуть и подача. Подача мертвой птицы, битой охотником. Он рослей. То есть рост, вес и масса тела. Как вы видите, да, щенок 10 месяцев. То есть ему расти и расти, он уже больше, чем американский спаниель или русский спаниель. То есть вот из-за его роста, из-за его веса, массы. И внушительных размерах, когда вырастает, кобель достигает 53 сантиметров в холке. То есть большая собака, выносливая собака. Вот и все. А по спаниелям русским или там кокер-спаниелям, да, судить мне тяжело. Спаниель у меня вообще первая собака в моей жизни. Вот. То есть взята собака только для охоты и по больших размерах. Вот и все. К выбору собаки Владимир подошел осознанно, понимая, что ни пудель, ни овчарка не смогут выполнять охотничьи задачи на пять. То есть есть охотники зверовые, вот им надо, да, у них трофейная охота. Кабан, лось, медведь, волк. То есть я более спортивный охотник. Перепел, уточка. То есть тетерев с глухарем я ни разу в глаза не видел, честно говоря. А утку там и всю вот эту водоплавающую маленькую дичь мы с ним стреляем. Инстинкт охотника заложен в этой собаке природой. Но вот бывают случаи, когда собаке требуется адаптация к выстрелам. Говорили, что надо аккуратно, там, держать его в машине, стрелять около с ним нельзя сразу, а то напугается. Я позвонил в этот питомник, проконсультировался с хозяином, с заводчиком этой собачки. Он говорит, не спеши, не спеши, он отбежит подальше, бросим палочку, постреляй. Будет реакция у собаки, то есть, ну, реакция последует только поворот головой, она посмотрела по сторонам и все. И вот, когда УКД проходили, просил Славу, чтобы он стрелял рядом с ней при выполнении каких-то команд, производились выстрелы. Собака реагирует на это совершенно спокойно, но и с долей чувствует, что ему не хватает. Стрельнули, значит, надо искать. Стрельнули, надо искать. Просто, когда мы с ним охотимся, любой выстрел, это дичь, это смотрится в воду, слушается, куда упало. Отец у нас чемпион России по полевым испытаниям, мать у нас чемпионка России по стерьеру. Вот, и все, и все, вот, то есть, его родословно, когда смотришь, ну, да, Дарик, ё-моё, какие у тебя хорошие предки, да? Не дай бог ты у меня не пойдешь охотиться. Дарик за все время съемок так и не подошел к нам близко. Нет, он не был агрессивен, но в руки не давался и уж, конечно, не ласкался. Более того, за такое осторожное поведение хозяин его хвалил. Ему не применули поинтересоваться, почему поощряется такое недоверие к окружающим. Предыстория, как бы, была собачка у нас в семье, лаечка, да, её украли, увезли, ну, она уж, ну, украли. Вот, и первое, что, когда я приобрел эту собаку, мне её подарили друзья, вот, из Тамбовского клуба собаководов-охотников, первое, когда я её привёз, я сразу же поехал в общество элита наше, Сергея Посадская, спросил у них телефон тех людей, которые занимаются собаками, дрессировкой, и мы прошли с ним курс ОКД. Да, теперь, вот, как бы, полный курс ОКД у нас прошёл, как сидеть, лежать, подай место, да, ко мне, вот такие вещи. Но большинство акцентирует на то, чтобы он не брал земли, не подходил к чужим. Всегда раз, что в Паниеле, так же, как и вы, говоришь, в Паниеле, это ходячий помык. Нашёл, съел. У этого, не знаю, может быть, это один выродок спорода такой. То есть, подошёл, взял, плюнь, просто русское слово плюнь, или нельзя, плюнул, всё, второй раз он не возьмёт. В пол он просто практически ничего не поднимает, да, вот, как вы видите, тут. Есть, есть, что поднять, да, но он не таскает. Если я ему сейчас отломлю палочку, он побежит за ней, да, вот это он не берёт. А вот отучить эту собаку забредать в любой водоём, встречающийся на пути у Владимира, так и не получилось. И, кажется, даже осенний ветерок не помеха. В заморозке, когда за крайное уходит, от берега за крайное доходит, собаку лучше в воду не гонять. Но его удержать невозможно. Вот до встречи с вами, мы приехали чуть пораньше, вот, чудом я его просто удержал, чтобы он не залез вот в это болотце озера, как хотите, назовите. То есть, всё равно по брюшку он вошёл, дальше просто я его отозвал оттуда, он отошёл. Так лезет в воду, сначала было тяжело, чтобы он в воду зашёл, вот, как бы, а потом уже то ли инстинкт проснулся, то ли понравился ему. Как видим воду, все там, лужа не лужа, грязь не грязь. В домашних условиях держать невозможно. Просто невозможно. Собака постоянно рвётся, собака постоянно хочет гулять. С улицы домой не загонишь. Сейчас вот мы живём в собственном доме, как бы он не уходит с улицы, и вы видите, что здесь он всё равно бегает и бегает, бегает. Я говорю, это живая пружинка. То есть, дома в домашних условиях очень огромный минус. Это шерсть линяет капитально, как ни стригли, как ни триминговали, и вот такой чемодан просто разных расчёсок, щёточек и всего-всего-всего. Чешешь и постоянно расчёски шерсть. Чешешь, постоянно шерсть. Собака в квартире, вот именно вот эта порода, не знаю, как кокер спаниэли, вот эта порода, ну просто, это невыносимо. Собака грызёт всё, всё, что не оставишь ему, всё съест. Правда, обувь не трогал пока, не замечали за ним. Специализируете на мобильных телефонах? Да, мобильные телефоны, пачки сигарет. Но в остальном проблем нет. И с домочадцами Дарик Ласков, и с кошкой уживается. У нас персидская кошка, пять лет живёт. Как бы его привезли, она уже была. Но с ней в очень милых отношениях, хотя дворовых кошек гоняет. Сейчас у нас ещё собака, овчарка, у девять лет собачки. Мирулюбив, спокойно, если к нему не проявляют агрессию, эта собака совершенно спокойно и ласково. Только ради игры, подбегает к собакам ради игры. Но в своё время он может за себя постоять свободно. То есть с лабрадором у них вышел конфликт, вот месяц назад буквально. С лабрадором они, ну, друг други ровнее получились. Из-за его вот этой вертлявости, прыгучести, его трудно очень поймать и съесть. Да, съесть его можно, но невозможно. Итак, английский спрингер-спаниель – отличный охотник. Но вот в условиях квартиры содержание такой собаки весьма проблематично. Хотя для истинных любителей породы и охоты эта трудность преодолима. КОНЕЦ В ветеринарной клинике доктора Шуранова ежедневно выполняется несколько операций по кастрации котов. Весна – время, когда владельцы усатых всё же решаются на такой шаг. Март месяц обычно знаменуется криками мартовских котов и, соответственно, волнением. Волнением, как говорится, в семьях. Потому что коты начинают чувствовать весну, кошки, соответственно, тоже. Идёт выброс гормонов. Вот, это осложняется, конечно, осложняет жизнь именно вот владельцам. Поэтому у нас традиционно в этом месяце идёт достаточно большая скидка на кастрацию котов. Сколько она составляет? Значит, если стоимость сейчас идёт 1800, то мы это делаем сейчас за 1500. До конца месяца. Можно ли кота кастрировать в период охоты? И какова ситуация с представительницами кошачьего племени? Как только он закричал, он начинает метить. Это, значит, присутствие неприятного запаха, беспокойство, крики. Кота можно в любой момент. Только вот он закричал, только позвонили, договорились. Животное нужно подготовить, в каком плане, чтобы животное было голодное. Всё, больше ничего не нужно. И прийти выполнить эту операцию. Значит, для кошек здесь совсем всё по-другому. То есть, если кошка вошла в эту охоту, она, как правило, беспокоится порядка 7 дней. И порядка 2-3 дней на успокоение. Вот тогда уже после того года нужно проводить эту операцию. В период охоты не делается. Есть владельцы, которые считают негуманным кастрировать своего питомца. Но и слушать его мартовские песни не в силах. В этом случае применяются успокоительные. Но не все они одинаково безвредны, считает доктор Шарунов. Какие-то успокоительные в плане без гормонов, где не присутствуют гормоны, а успокоительные травы, можете использовать. Можно использовать совершенно спокойно. Как для кошек, так и для собак. Это типа кот Баюн, Фитекс. Но то, что связано с гормонами, это, как правило, только вредит. Так что думайте сами, решайте сами, лекарственные средства или операция. Она несложная, отмечают врачи. Операция проходит в течение 10 минут. Подготовка порядка 20 минут, но это связано с наркозом, естественно. На живой это никто не делает. После операционный период, если так вот молодой, до 5 лет, все это великолепно, следующие фактически сутки животные фактически ничего и не чувствуют. Более взрослые коты, конечно, они могут поболеть порядка 2-3 дней. После кастрации необходимо скорректировать питание любимца. То есть вода должна быть все-таки как-то не из-под крана, а либо она кипяченая, либо она специально какая-нибудь родниковая, бутилированная. А по поводу кормов то же самое, для кастратов. То есть сначала тот корм доедайте, который, собственно говоря, и был, его не надо выбрасывать, и спокойно в течение 2-3 недель вы переводите на специализированный корм, в которых добавлены специальные добавочки, которые способствуют более частому мочеиспусканию, чтобы не было задержки мочи. Весь март в клинике доктора Шарунова скидка на кастрацию котов. Стоимость операции – 1500 рублей. Лечебница находится по адресу улица Кооперативная, дом 41. Вес released первой газ Smur toம new maximum Cаоперативная. После этого уже заключается własно весна 2. После этого уже несколько делается смесь из первой газа и посреди в мDa Брху CMV, Продолжение следует...